ДИХОН ДИМОФЕЙ 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 Друзья, мы продолжаем программу Дидко-3 в студии Тимофей Дидко и Филипп Дидко. И мы собираемся обсудить одну из важнейших, если так можно сказать, сегодняшних историй, выступлений Медведева и вокруг. И у нас в гостях Станислав Белковский, прекрасный специалист по туче вопросов, скажу так. Политологом аж можно назвать? Вы очень правильно сформулировали, потому что политолог является именно специалистом по туче вопросов, не имеющим отношения к делу. Вот по поводу вопросов, не имеющим отношения к делу. Вы смотрели сегодняшнюю встречу Медведева с Михаилом Зыгарем и его коллегами? Да, к сожалению, да. Потому что только политолог, имеющий отношение к туче вопросов, может позволить себе потратить значительную часть своей жизни на просмотр этого фуфла. И каковы ощущения? Кроме для потраченного времени, судя по всему. Да, но это ощущение было провинтивным, потому что было ясно, что Дмитрий Анатольевич ничего интересного не скажет. Ибо за 4 года пребывания на посту президента Российской Федерации и предшествующие несколько лет пребывания на посту первого вице-премьера аккурата нацпроектов, он доказал, что он все символизирует пустоту. В этом смысле Дмитрий Анатольевич Медведев является в некоторой степени философской категорией. А в какой момент вам пришло понимание этого? Или это сразу? Этой сущности. Вы знаете, мы живем в стране, которая называется Российской Федерацией, где никто ничего не читает. И утрачена культура чтения. С одной стороны, не читают Библию. А с другой стороны, не читают менее ценные произведения литературы. Например, книгу Станислава Белковского «Маленькое зло», которая вышла в феврале 2008 года. Если вы ее читали, то понимали, что именно тогда и было все сформулировано. Потому что «маленькое зло» — это хорошо. Но оно отличается от большого тем, что оно никак не возбуждает никого. И Дмитрий Анатольевич безупречно пронес знамя этого «маленького зла» все четыре года своего президентства. Хотя что-то евангельское в судьбе Дмитрия Анатольевича есть. И конкретно «маленье о чаше». Потому что маркировка 24 сентября — это, конечно, абсолютно гефсиманский сад. Потому что это ситуация, в которой, я не знаю, аудитория же «Дождя» в основном безрелигиозна. Поэтому, может быть, то, что я говорю, не всем понятно. Да нет, мне кажется, что более непонятно. Но, тем не менее, Дмитрий Анатольевич захотел, чтобы исполнилась не его воля, а воля отца. Она и исполнилась. Хотя, насколько мне известно, до четырех часов утра 24 сентября Дмитрий Анатольевич сомневался, что воля отца является главнее, чем его собственная воля. Ну, вот к тому, о чем вы говорите, если я не ошибаюсь, вы в какой-то войне предполагали, что Медведев пойдет на второй срок? Вы знаете, у меня была большая тусовка людей, которые думали так же. Причем людей гораздо более информированных, чем я. Да. Например, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, который недавно заявил, что он тоже предполагал, что Медведев пойдет на второй срок. Михаил Горбачев. Довольно серьезная команда. Игорь Йоргенс. Да, поэтому мне не стыдно, что вместе со всей этой командой, подобно тому, как Барселона проиграла Челси, будучи командой гораздо более сильной по классу, более высокой, мы ошиблись. А ошиблись мы потому, что... Да, я не говорю, что вас подловите. Да, 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 вся наша туса ошиблась потому, что на определенной стадии система, стадии деградации, в которой находится правящая система Российской Федерации, она начинает принимать решения про противоречие ей собственным интересам. Она их и приняла, потому что если бы Дмитрий Анатольевич Медведев пошел на второй срок, то не было бы ни Барселиной площади, ни проспекта Сахарова. И в этой студии вместо меня сидели бы прекрасно душные либералы, которые рассуждали бы о том, какие замечательные либеральные реформы пройдет Дмитрий Анатольевич Медведев. И они еще звонили бы накануне своего прихода в эфир телеканала «Дождь» и говорили бы, знаете, вот желательно, чтобы в эфире не было Белковского, который скажет, что все это не так. Да, поэтому мы потеряли 2-3 года. А так мы ничего не потеряли. Отлично, прекрасно, что никаких либеральных реформ не будет, потому что только вынос тела этой системы вперед ногами в правильном направлении является решением проблемы. И то, что Дмитрий Анатольевич не пошел на второй срок, пусть это не соответствует прогнозу всего нашего пула великих аналитиков, завес Чубайсом, Горбачевым и мной, но зато это для страны очень хорошо, потому что страна избавилась от лишних иллюзий, которые совершенно не нужны, ибо 1200 лет существования российской государственности, которые отмечаются сегодня, прошли под знаком избыточных иллюзий. И нам бы стоило с этим покончить. А почему вы думаете все-таки, что поспешили избавить нас от этих иллюзий? Я вам больше сказал об этом. Потому что на определенной стадии деградации система управления начинает принимать решения контрпродуктивные для нее самой. То есть вы считаете, что это ведет к концу системы? Вы знаете, у меня есть любимый актер Готлеб Михайлович Ронинсон. Ныне покойный. Вы, как люди молодые, но никогда не знаете, кто это. Но если бы вам показали фотографию этого актера, вы бы сразу его познали. Его лучшая роль была ферз в Вишневом саде в театре на Таганке, где он проработал большую часть своей жизни. Но народу он известен благодаря фильму «Бегись автомобиля», где он играл роль начальника Юрия Деточкина, то есть Иннокентия Смактыновского. И он говорил, что у товарищей Деточки много болезненных родственников. Вот у Владимира Владимировича Путина очень много болезненно относящихся к предмету партнеров, которые объясняли ему, что Дмитрий Анатольевич Медведев является идиотом. И поэтому допустить Дмитрия Анатольевича Медведева на второй срок достаточно рискованно. Я не могу оспорить этот тезис. Даже в эфире телеканала «Дождь», по-моему, вчера или позавчера, я что-то такое подобное и сказал. Но, может быть, поскольку сам формат телевидения не предполагает глубинного копания в сути явлений, не все поняли, что я сказал. Я имел в виду литературу центричности русской судьбы и политики в целом. То есть? Я имел в виду, что вся русская политика в разные периоды ее истории описывается русской литературой, причем превентивно. И история Путина-Медведева, помимо ее евангельского характера и моления о чаши, описывается Федором Михайловичем Сырковым «Они идиот», где роль князя Мышкина играет Дмитрий Анатольевич Медведев, свалившийся с луной на российскую политическую поляну. Дмитрий Анатольевич Путин играет роль Парфеона Деменовича Рогожина. И обмен крестами, одна из ключевых сцен, романа «Идиот». Это, собственно, и есть рокировка 24 сентября. Что обманули глупого барина. Крестик-то не серебряный, а настоящий медный. Хотя это не имеет отношения к обмену крестами. И Анастасия Филипповна, собственно, Россия и есть. Мои друзья и коллеги еще говорили, что Ганя Иволгин является концентрированным воплощением русского либерала. Но мы оставим это за скобками, потому что ни русский либерал, ни Ганя Иволгин не являются главными героями русской так называемой истории. Вот. Поэтому, действительно, и если мы помним финал романа Федора Михайловича «Идиот», там говорится, что, собственно, кто бы ни посмотрел на главного героя, все бы сказали «Идиот». Ну, надо сказать все-таки, что это сравнение в какой-то степени лестно для входящего президента. Все-таки князь Мышкин вызывает, ну, скорее, симпатию у читателей. По крайней мере, так этот текст построен. У меня тоже. Но не антипатия. Дмитрий Анатольевич Медведев вызывает меня колоссальную симпатию, потому что это молодая версия Константина Владимировича Чернявка. Это человек, который правил страны, не приходя в сознание. А мне кажется, что для сохранения психического здоровья править Россией так и надо. Я хорошо знаком с Борисом Абрамовичем Березовским, так называемым, который был моим боссом на протяжении года лет. И в 1999 году мы с ним сидели в доме приема флаголаза по адресу улицы Новокузнецкая, дом 40. Это было перед программой Доренко и когда была история с суставом. Помните, Евгений Максимович Примакова? Да, да. Тоже, может быть, не все это помнят. Да я понимаю, что это помнят. Вы очень хорошо относитесь к этому. Борис Абрамович вам ответил следующее, что когда Евгений Максимович Примакова уволили с поста премьер-министра Российской Федерации, выяснилось, что 24% россиян не знали, что он им был. И Борис Абрамович, скучая, сказал мне, знаешь, старик, в чем принцип Березовского? Никогда не читай ничего про себя и не смотри ничего про себя. И только так ты сохранишь психическое здоровье. Я думаю, что Борис Абрамовичу это удалось в полном объеме. Смеялся верить. В отличие от меня, потому что я все-таки иногда что-то читаю про себя и про себя смотрю, хотя предпочитаю футбол. А в футболе нифига связанного со мной, к счастью, не происходит. Но пока вы не играете в футбол, да. Если мы говорим про встречи с прекрасным, то вам приходилось общаться со всеми фигурантами нашего сегодняшнего разговора? Нет, Дмитрий Анатольевич мне приходилось. Но верите ли вы в версию, которую высказал в интервью газете «Ведомости» Андрей Бородин про... Это Андрей Фридрихович Бородин? Да, он самый, Андрей Фридрихович, который банк Москвы... Сколько про русской государственности в этом Фридрихович? А про пенсионный фонд маленького человека. Но он сказал, что Фридрихович сказал, что ряд сделок заключался в интересах Юсуфовым и еще кем-то в интересах Минведева. Да, да, это так оно и есть, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев имеет болезненные тяготения к дагестанцам. Я очень хорошо отношусь к дагестанцам, но еще лучше к ним относится Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы имеете в виду Юсуфова и Виталий Керимов? Это дагестанский еврей, он же Тат, уроженец Дербента, но тем не менее он может считаться по российским канонам дагестанцем. Сулейман Керимов, братья Магомедова. Да, они действительно очень занимались бизнес-вопросами Дмитрия Анатольевича Медведева. Единственное, чего эти люди недооценили, это то, что Дмитрий Анатольевич Медведев не в состоянии провести ни одно решение до конца. Надо посоветоваться? Нет, нет, а просто потому что он летает в облаках. Он подписывает какую-то бумажку и думает, что все это будет выполняться. То есть он все-таки не Мышкина манил? Да, построим мост, собственно, мы с Павлом Ивановичем. Модернизация, оно и есть? Нет, но модернизация это вообще какая-то ерунда. Ясно, что ее не будет. Я очень рад, что перед премьером по модернизации назначен Владислав Сарков, потому что это единственная позиция, на которой он не может ничего испортить, поскольку портить нечего. То есть все-таки возвращаясь к фонду, маленький человек, что будет теперь с этим фондом? Ну, на мой взгляд, 8 мая, в день взятия Рейхстага и капитуляции Германии, как его зовут? Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, пока не забыли. Да, станет представителем правительства Российской Федерации. И думаете, что это дождь ему позволит сохранять? Понимаете, я очень ревностно, у меня лично ревностно отношения к Дмитрию Анатольевичу Медведеву должны понять. Я хочу, чтобы зрители телеканала Дождь уже это поняли, что я не объективен. Потому что я завидую Дмитрию Анатольевичу страшно. Это зависть. Потому что долгие годы я специализировался в жанре политической сатиры. И вдруг я неожиданно увидел человека, который абсолютно органично говорит гораздо более смешные вещи, чем я мог бы придумать. А сегодняшние встречи с журналистами какие? Да, все. Абсолютно. Абсолютно про то, что он не может освободить Михаила Ходоковского, потому что он не подал ему прошение. Вообще, я давно обращал внимание, что у Дмитрия Анатольевича есть какие-то странные самоассоциации с Господом Богом. И попытка отменить зимнее или летнее время, а какое именно отменено, не знает до сих пор никто. Это является абсолютно эзотерическим секретом нынешней власти. Это, конечно, попытка позиционировать себя как Господа, который находится вне времени. Но здесь, в данном случае, Дмитрий Анатольевич несколько пошел против концепции самообожествления. Потому что в Евангелии, как мы помним, Господь наш сказал, что Он знает, что вы хотите попросить прежде прошения у Него. То есть, тем самым, Господь проинструктировал не подавать прошение о помиловании, а миловать сразу. Но то, что Дмитрий Анатольевич хочет подождать, пока его попросят, говорит о том, что он совершенно не понимает смысла слов политика и истории. Потому что, если бы он понимал смысл этих слов, он бы понимал, что он вошел бы в историю и в политику только помилов Ходоковского, ибо все остальные шансы свои тысячи три года он, к сожалению или к счастью, уже упустил. С этим сложно поспорить. Мы уходим на короткую рекламу. Вернемся через полтора минуты.